Приветствую вас на канале Леди Молодость. С вами Инна Нефедовская. В этом видео мы работаем с метопическим швом. Напишите в комментарии, вас беспокоят межбровные вертикальные морщины. Все способы уже перепробовали, но ничего не помогает. Вам помогут остеопатия и мьюинг. Усты черепа должны сохранять подвижность всю жизнь. Они соединены между собой швами. Именно швы обеспечивают подвижность костей между собой. Метопический шов соединяет две половинки лобной кости. То есть посередине идет и заходит на волосистую часть головы. Возможно вы про него и не слышали. Но с возрастом этот шов спазмируется и становится основной причиной появления вертикальных морщин. Две половинки лобной кости, соединенные метопическим швом, с возрастом могут наползать друг на друга. Сжимать метопический шов, спазмировать его. На фото Анжелина Джоли вы видите смещение лобной кости, уменьшение размера глазниц, общее небольшое западание лица в углубь. Как будто бы заметен небольшой гребень метопического шва. Какая коррекция необходима? При такой проблеме нужно работать с височными костями, с мышцами и отдельно с метопическим швом. Проработать также лобную кость, но и идеально, когда вы прорабатываете все швы черепа. То есть это работа как с мышцами, так и с костями черепа. Почему важно расслаблять лобную кость, метопический шов, снимать спазм? Потому что спазм этого шва приведет к напряжению в затылке. Техника, которую я даю в клубе омоложения, снимает спазм с метопического шва и расслабляет кости затылка. Также спазм метопического шва идет к изменениям верхней челюсти, потому что шов продолжается на линию верхней челюсти. Поэтому мьюинг в работе со швом очень даже помогает. Техники мьюинга я рассказывала и показывала раньше. Бывает, что одним мьюингом можно поправить ситуацию с метопическим швом и разгладить межбровные складки. В этом видео мы научимся снимать напряжение с метопического шва. Сделаем только одну простую технику ознакомительную, а все техники вы уже можете получить в клубе омоложения. И кому интересно, записывайтесь по ссылке ниже этого видео. Эти техники помогают убрать головные боли в этой области и разгладить межбровные морщины. Поставьте пальцы обоих рук и наклоните голову вперед. Локти можно опустить на стол. Я вам буду показывать проекции прямо, но вы имеете ввиду, что удобнее технику выполнять, когда локти опираются на стол. Итак, мы сейчас будем разводить пальчики в разные стороны. Медленно закрываем глаза. Представьте, как ваши пальчики как будто прокопились через кожу, через мышцы. И вы работаете с костью. То есть почувствуйте. Расслабляем эту зону шва и делаем от 5 до 10 проходов. От бровей до зоны волос медленно-медленно делаем расслабление. 3 4 5 Дальше то же самое сделайте выше на волосистой части головы. Сейчас мы к этой технике добавим технику мьюинга. Подробнее о ней я рассказывала в предыдущих видео. Сейчас я очень коротко расскажу про эту технику. Вам нужно кончик языка поставить в углубление. Примерно 1 см отступает передних зубов. То есть представьте, вот это нёба, вот это нёба, вот здесь передние зубы и вот здесь будет кончик языка, углубление. Соответственно спинка языка у нас находится, спинка языка на твёрдом нёбе, да, то есть вот здесь. Ну, примерно это вот так вот, если показать. Что нам надо делать? Нам сейчас нужно на каждом движении, в таком импульсном, раз, раз, вытолкнуть, слились вперёд, вверх и вперёд. То есть делаем это вот таким образом. Выталкиваем. Раз, 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 раз. Итак, поставили кончик языка в углубление, один сантиметр отступает передних зубов, спинка языка к твёрдому нёбу и делаем технику. Раз, раз. Я вам показываю с открытым ртом, да. А вам нужно это делать с закрытым ртом. Я вам показываю, чтобы было видно. Всякое поднятие языка, выталкивание верхней челюсти вперёд сопровождается поджатием подъязычной зоны. То есть у нас здесь всё поджимается. И мы, выталкивая верхнюю челюсть, воздействуем на расслабление метапического шва. То есть делается это вот так. Раз, два, три, четыре. Пять. То есть челюсть мы вот так вытолкнули, вытолкнули. Раз, два, три, четыре. И здесь. Раз, два, три, четыре. Следующая техника. Мы сейчас будем делать расслабление метапического шва вот такими крючочками. Поставили пальчики и начинаем делать то же самое с мьюингом. Дальше мы делаем то же самое по диагонали. То есть в проекции вот так. То есть по диагонали это вот так раз, раз и здесь. Раз, раз. И дальше немножко по лобной кости пройдёмся. Раз. С мьюингом, да, то есть выталкиваем спинку языка и кончиком челюсть верхнюю. Раз, 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 раз. И заканчиваем технику. Поставили ладошку на метапический шов и теплом руки, энергетикой рукой закрыли глазки. И сейчас делаем вот такую лёгкую-лёгкую вибрацию. То есть закончили мы вот на такой вибрации. Раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. Вот такую вибрацию мы делаем 30 секунд, 1 минута. Поделитесь своими ощущениями. Чувствуете ли вы освобождение области лба? Может лёгкость кто-то почувствует? Напишите ваши ощущения, что вы почувствовали в зоне метапического шва, в зоне лба. Может наполнение сейчас кто-то почувствовал, потому что ткани начинают наполняться, снабжаться кровообращением. Сыти в комментарии ниже. Давайте подведём итог. Зачем нам нужно работать с метапическим швом? Кроме проблем со здоровьем. То есть работа с метапическим швом устранит массу проблем со здоровьем. Кроме этого, лицо из-за спазма этого шва начинает стягиваться к центру. Глаза уходят вглубь. То есть я вам показала фотографию Анжелины Джоли. Глаза могут сдвигаться к переносице. Могут образовываться глубокие вертикальные межбровные морщины. Согласитесь, это никак не выглядит привлекательно. И поверьте, страдающих метапизмом людей не так уж и мало. Но ведь вы не будете, сложа ручки, просто наблюдать, как ваша межбровная морщина и лицо западают всё глубже и глубже. Поэтому я вас приглашаю в клуб омоложения, где вы научитесь техникам снятия напряжения и раскрытия зоны лба. Научитесь лифтингу лобной кости. То есть как противодействовать её опусканию вниз. Вы научитесь техникам для разглаживания морщин на лбу и в межброви. Лифт лобной кости, лифт ткани лба, лифт межброви. И конечно же расслабление метапического шва. Кто хочет получить эти техники, пишите я. Перейдите по ссылке ниже этого видео и записывайтесь в клуб омоложения. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. А я всем желаю красоты и молодости.